Сочи проходит неделя в конкуренции. Ее проводит Федеральная антимонопольная служба России. В Сочи ветераны и инвалиды могут получить бесплатную помощь, какую именно рассказывают на встречах пенсионеров со специалистами. Прыжки с облаков. В Сочи пройдет ежегодный фестиваль бейсджампинга. В нем примут участие около 70 спортсменов. Все дело в бунте. Сочинцы заняли весь пьедестал почета на краевых соревнованиях по конкуру. Главную трибуну Сочи автодрома сегодня охватил дым. Там прошли пожарно-тактические учения. В них приняли участие пожарные, спасатели, медики и сотрудники полиции. Основная цель учения – отработка действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и эвакуация людей. По сценарию, пожар начался в рабочем помещении на главной трибуне. Огонь распространился, произошло задымление лестничной клетки и создалась угроза людям на расположенных выше этажах. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание и эвакуировали условно пострадавших. Объект несложный, объект современный, построен недавно. Все средства обеспечения безопасности проверялись, находятся в работоспособном состоянии. Поэтому мы после проведенных учений можем сделать вывод, что объект котов и безопасности зрителей ничего не угрожает. Непосредственно на трассе «Формулы-1» безопасность обеспечивают 176 человек и 19 единиц техники. Пожарные спасатели работают по трем направлениям. Это пешие посты, подразделения на автоцистернах, а также группы вмешательства. В их задачи входит оперативное реагирование на пожары, уборка аварийных автомобилей, запчастей и различных горюче-смазочных материалов. В Сочи продолжается неделя конкуренции. Ее в Красной Поляне проводит Федеральная антимонопольная служба России. Сегодня в рамках недели конкуренции в Сочи состоялось расширенное заседание коллегии Федеральной антимонопольной службы. Открыл его глава ФАС Игорь Артемьев. Он отметил, что развитие конкуренции – одна из стратегических задач и ключевых факторов, которые способны обеспечить экономический рост. Артемьев подчеркнул, что в стране есть всего два национальных плана, один из них – развитие конкуренции. Также утверждена и дорожная карта, которая затрагивает 18 отраслей, в их числе даже образование и медицина. Кроме того, определен 41 ключевой показатель развития конкуренции, то есть это те рынки, на которых регион будет увеличивать долю частного сектора экономики. Каждый регион должен утвердить был себе из этих 41 показателей не меньше 33. Многие регионы взяли больше даже показателей. Вот, например, в Краснодарском крае вы слышали сейчас, что из 41 показателя они думали о конкуренции раньше, поэтому 20 показателей они уже достигли. А это конкретный параметр. Ну, например, в этом показателе говорится о том, что, например, доля частного транспорта на пассажирских перевозках в наших городах должна быть не меньше 30%. Кстати, по инициативе властей Краснодарского края наш регион проводит в рамках мероприятия совещание для представителей органов власти различных субъектов нашей страны, где будут в том числе обсуждаться вопросы снижения недобросовестной конкуренции. Конкуренция, я хочу сказать, что это такой серьезнейший инструмент повышения эффективности в целом экономике. Мы вот 3-4 года последние так глобально, фундаментально занимаемся вот двумя такими вещами, которые должны дать и дают уже на самом деле отдачу, прорывы. Это повышение производительности труда и развитие конкуренции. Добавлю, что неделя конкуренции проходит раз в год в разных городах России. Помимо представителей ФАС из всех регионов, в конференции участвуют эксперты из 20 стран, в том числе все государства БРИКС. И еще одно крупное мероприятие, которое проходит сегодня в Красной Поляне, это Международный финансовый форум. Четвертый форум собрал специалистов в области финансов, представителей финансово-кредитной и инвестиционной сфер федеральных и региональных банков. В Сочи съехались гости из других регионов и ряда стран мира. Это крупная площадка для презентации инвестпроектов. Например, по итогам форума прошлого года было подписано 11 соглашений о сотрудничестве. Основная цель и задача заключается в том, чтобы на этой площадке объединить людей, которые ищут инвестиции. И не важно, это государство предоставляет инвестиции, это частные инвестиционные пакеты. Люди здесь уезжают с контрактами на приобретение активов, на получение денежных средств и так далее. В прошлом году это более 5 миллиардов рублей, которые так или иначе на этой площадке были софиксированы. В числе спикера форума и координатор Центра прикладной урбанистики Сочи. Она же начальник отдела Департамента экономики и стратегического развития администрации города Светлана Москвичева. Она представила свое исследование по планированию комплексного развития территории эмилитинской неизменности. Здесь основной момент происходит как раз в том, что мы прежде чем строить, думаем зачем, почему и для кого строить. И перед тем, как осваивать территорию, происходит изучение территории, его физического слоя, что уже есть, его социального слоя, какие люди, какие у них потребности, запросы, что они хотят видеть, что они не хотят. Как сделать так, чтобы территория была надолго прибыльна с точки зрения налогов и людей, комфортна, чтобы на ему успех и была уникальна. Это техническое задание может лечь в основу разработки концепции развития эмилитинки. Что касается финансового форума, свою работу он завершит 28 сентября. Городские власти продолжают работу с обманутыми дольщиками. Количество проблемных объектов тает на глазах. Только в этом году из черного списка планируется исключить 12 объектов. Администрация помогает подключить дома к коммуникациям и ввести в эксплуатацию, чтобы люди как можно скорее отпраздновали новоселье. Как продвигается работа в этом направлении глава Сочи обсудил на специальном совещании. Незаконная стройка на курорте прекращена. С этого обнадеживающего заявления начал совещание глава Сочи. Осталось только решить вопрос с дольщиками, которые уже попались на удочку мошенников. Но и здесь наметилась хорошая тенденция. Только в этом году из списка проблемных домов удалось исключить 8. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 4. 20 лет это происходило и не было результата никакого, то какой ценой уже это далось, это другой разговор, наверное, достаточно тяжелый. Но тем не менее, я думаю, что задумались на эту тему и те, кто реально просто создал эту схему. Мы реально понимаем, я это и говорю, что самое главное, что наши судьи поняли, что закон для всех. Сегодня власти помогают подключить проблемные объекты к коммуникациям. Без этого дома не могут быть введены в эксплуатацию. Насколько быстро этот процесс будет завершен, зависит от самих дольщиков. Они должны выбрать одну из форм управления собственностью, будь то кооператив или ТСЖ и заключить с ресурсоснабжающими компаниями договоры на оказание услуг. Проблема есть. Люди, которые в этих проблемных домах живут, они, конечно, прежде всего хотят, чтобы у них были и вода, и свет, но сами они крайне неорганизованы. То есть заставить их соорганизоваться в форму управления, это очень трудно. Мы уже закрепили за каждым из этих проблемных домов, как и за 214 департаменты свои, чтобы их собрать. Решают проблемы текущие и работают на упреждения. Изменения в градостроительном кодексе, которые вступили в силу в сентябре, стали хорошим подспорьем. Теперь разрешение на строительство необходимо получить не только на многоквартирный дом и индивидуальное жилое строение, но и на дачу. Соответственно, контроль будет за каждым объектом. Департамент градостроительного надзора осуществляет контроль, и если выявлены случаи на этапе строительства, то ли это ИЖ, то ли это дача, то есть это уже, почему мы говорим, вот этот пробел в законодательстве он ликвидирован. И таким образом увидели, сразу же составляют акты, соответствующие документы и передают правовое управление администрации города. Это тоже теперь прописано законом. А уже городская администрация будет подавать в суд на недобросовестного застройщика. Появился и механизм сноса самовольных домов. Теперь, если застройщик отказывается добровольно демонтировать объект, он лишается земли. Она уйдет с молотка, и уже новый владелец займется сносом. Зеленый свет для властей, и сигнал «Стоп» для тех, кто хочет обойти закон. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». К другим новостям. Историческое событие в жизни православных христиан Кубани в регион прибыл патриарх московский Евсея Руси Кирилл. Первым городом в программе визита стал Ейск. Губернатор края Вениамин Кондратьевы десятки прихожан встретили предстоятеля в храме Преображения Господня. На его территории глава РПЦ осмотрел строительство Спаса Преображенского собора. Он станет главным храмом Ейской епархии. Фундамент заложили два года назад. В планах установить пять куполов и колокольню. На территории храма расположится Причтовый дом и воскресная школа. Патриарх Кирилл отметил, что на Кубани строится много соборов и церквей, и все больше людей приходят в храмы. Глава РПЦ также подчеркнул, край заметно преобразился за последние годы. Когда мы сейчас летели в направлении Ейска над плодородной, богатой Краснодарской землей, то глаз радовался тому, как замечательно земля ухожена. Какие большие перемены произошли за последнее время здесь, на юге России. И замечательно, что эти внешние перемены сопровождаются в том числе и переменами в нашей духовной жизни. Мы строим храмы, мы создаем епархии, увеличивается количество людей, отождествляющих себя с Русской Православной Церковью. И в этом залог нашего духовного благополучия, а значит нашей духовной силы, залог успехов нашего народа в решении очень многих проблем, которые перед нами стоят. Я хотел бы сердечно всех вас приветствовать. И сказать, что сохраняя веру в сердцах, мы сохраняем духовную силу. Пусть Господь каждому из нас помогает на нашем жизненном пути. Храни вас Господь. Глава РПЦ впервые прибыл на Кубань с таким масштабным визитом. Он посетит три муниципалитета. Патриарх московский в Сеарусе Кирилл совершит праздничное богослужение. Вместе с губернатором края он еще посетит Краснодар и Армавир. В этих городах сегодня и завтра патриарх в честь воздвижения Креста Господня проведет службы. А в краевой столице планируется, что святейший заложит камень на месте строительства храма на территории Кубанского государственного университета. В Сочи ветераны и инвалиды могут получить бесплатную соцпомощь. Поддержку в бытовых, медицинских и правовых вопросах нуждающимся пенсионерам оказывает Сочинский комплексный центр социального обслуживания населения. В Сочи во всех районах курорта центр соцобслуживания проводит встречи в советах ветеранов и инвалидов города. Здесь нуждающимся пенсионерам рассказывают о бесплатных услугах центра. Это помощь на дому в решении бытовых вопросов, а также медицинских и правовых. На бесплатную помощь могут рассчитывать ветераны и инвалиды, чей совокупный доход не превышает прожиточного минимума. Для того, чтобы получить социальное обслуживание на дому, либо социальные услуги разового характера, нужно пройти процедуру признания нуждаемости, которая осуществляется через управление социальной защитой населения в центральном внутригородском районе. Документы, необходимые для признания нуждаемости гражданина, помогают оказывать специалисты нашего учреждения. Также на базе центра проводятся различные мероприятия по интересам для пожилых людей. Это клуб рукоделия, поэтический клуб и другие. Также есть отделение помощи неблагополучным семьям. Здесь помогут в сборе документов и оформлении социальных пособий. Все вопросы можно задать в офисе Центра соцобслуживания на улице Конституции 28. Председатель Совета ветеранов МВД России встретился с сочинскими правоохранителями. Генерал-полковник внутренней службы Иван Шилов принял участие в возложении цветов к памятнику погибшим на службе сотрудникам органов внутренних дел. Потом в беседе с полицейскими ветеранами отметил профессионализм сочинских правоохранителей и особую заслугу в этом ветеранов службы. Встреча завершилась награждением отличившихся сотрудников полиции. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 27 сентября в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17. Днем 20-22 градуса выше нуля. Температура морской воды плюс 24. В Олимпийском университете начался учебный год. За парты сели студенты, из России, ближнего и дальнего зарубежья. Новый учебный год стал особенным. Университет отмечает десятилетие со дня подписания Международным олимпийским комитетом, Олимпийским комитетом России и Оргкомитетом Сочи-2014 меморандума о создании образовательной площадки. С каждым новым набором Олимпийский университет расширяет географию своих студентов. Сегодня знания, полученные здесь, применяют на практике в десятках стран мира и практически во всех регионах России. Университет в Сочи существует уже с 13-го года и наша флагманская программа существует уже шестой год подряд. Это шестой набор. И вот верите вы или нет, за это время у нас учились ребята из 55 стран мира. Более того, у нас учились ребята из 80 регионов России, а общее количество наших выпускников по коротким и длинным программам уже сейчас свыше двух тысяч. Сейчас Олимпийский университет – одно из ведущих учебных заведений мира в области подготовки специалистов спортивной индустрии. Попасть в ряды студентов этого университета может не каждый. В этом году слушателями программы «Мастер спортивного администрирования» на английском языке стали 27 молодых лидеров из 20 стран – Бразилии, Египта, Индии, Катара, Уганды, Омана и других. Из них 20 студентов – стипендиаты благотворительного фонда Владимира Потанина, победившие в конкурсе олимпийских стипендий. Гранты на бесплатное обучение будущим специалистам предоставил и Олимпийский комитет России. Сфера спортивного менеджмента достаточно узкая и, на мой взгляд, только-только начинает развиваться. Такую возможность упускать было нельзя. Я с удовольствием подала себе документы. Документы на обучение подала и спортсменка из Африки. Как признается Сесиль Деврис, российское образование – это серьезная основа ее будущей карьеры. «Я участвовала в организации Чемпионата мира по футболу как в Африке, так и в Москве. Это замечательный опыт, и я бы хотела им воспользоваться. Кроме того, для меня будут полезны эти знания. Этот опыт я могла бы взять с собой обратно в страну и использовать его в дальнейшем». На сегодня подчеркивают специалисты, индустрия спортивного менеджмента и не только в России остро нуждается в управленческих кадрах. «Ситуация, которая известна тем, кто, что называется, в теме. Вот Олимпийский международный университет выполняет эту очень важную функцию. Он готовит эти кадры. Уверяю вас, что в свете той ситуации, которая сегодня складывается и в отношении России в целом, и вокруг российского олимпийского спорта, все темы олимпийского спорта и восстановление вчерашней Русады в правах, с чем я нас с вами поздравляю у всех на слуху, говорит о том, что потребность в кадрах и на федеральном уровне, и на местном региональном уровне будет только возрастать». Студентов на первой же лекции ждал сюрприз. Им передали поздравления от вице-премьера Дмитрия Казака. И подарок – билеты на Формулу-1. Турнир пройдет в Сочи в ближайшие выходные. В горах Сочи сегодня выпал первый снег. На отметке 2320 метров туристы попали под первый снегопад. Видео тут же опубликовали в соцсетях. Температура воздуха пока не позволяет снегопаду образовывать сугробы. Снежинки тают в воздухе и на земле. В прошлом году первый снег в горах Сочи выпал в начале октября. Прыжки с облаков. В Сочи пройдет ежегодный фестиваль бейс-джампинга. Он состоится на курорте с 12 по 14 октября. В уникальном ежегодном мероприятии примут участие около 70 спортсменов из России и стран ближнего зарубежья. Фестиваль пройдет в Сочи четвертый раз. Спортсмены совершат прыжки с одного из самых длинных пешеходных подвесных мостов в мире. Он расположен на высоте более 200 метров. Основной точкой для прыжков организаторы выбрали площадку в середине моста. У двух сочинских гимнасток есть шанс попасть в сборную края. Об этом стало известно на краевых соревнованиях по спортивной гимнастике, которые сейчас проходят в Сочи. За Кубок надежды борются 53 юных спортсменки. Они представляют Армавира, Анапу, Новороссийск, Славянск-на-Кубани, Майкоп и Сочи. Конечно, сочинок больше, ведь соревнования пробуются на базе Сочинской детско-юношеской спортшколы номер один. Здесь всегда аншлаг. Спортивной гимнастикой занимаются 111 девочек и 153 мальчика. И в очереди еще 100 человек. Это несмотря на то, что требования к выполнению упражнений очень высокие. Уровень спортсменов, особенно в спортивной гимнастике, растет беспредельно. То есть в сторону усложнения комбинации. На всех четырех снарядах. Это четыре снаряда. Вольное упражнение, прыжок, брусья и бревно. Везде, конечно, требуется максимальная сосредоточенность и внутренний настрой. Но в спорте, как в жизни, одним сложно, другим все дается легко. Спортивной гимнастикой я занимаюсь почти пять лет. Самое сложное, не знаю даже что. Все легко подается. Дарью Зубченко мама привела на спортивную гимнастику почти восемь лет назад. В городе Славянске-на-Кубани тоже есть такая же детско-юношеская спортивная школа номер один. С детства понравилось. Лазила по деревьям, были сильные руки. Родители попробовали отдать, но мне понравилось и я осталась. У девочек большие амбиции и желание непременно выйти на более высокий уровень. На нынешних соревнованиях 10 спортсменок будут подтверждать звание кандидата в мастера спорта, 20 выполнять нормативы первого взрослого разряда. По мнению судей, две сочинские спортсменки должны по итогам выступления попасть в сборную команду Краснодарского края. Елена Афсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКП. Самбо как наука впервые в России. В Сочи прошел научно-практический семинар для тренеров по этому виду спорта. Общефизическая подготовка борцов-самбистов. Эту тему педагоги обсудили под руководством тренеров сборной команды России. Сочинцам рассказали и наглядно продемонстрировали новшества в подготовке самбистов. Особое внимание уделили самообразованию тренеров, а также наиболее часто встречающимся ошибкам молодых специалистов. Практические занятия проводились совместно с борцами национальной сборной, чемпионами России, Европы и мира по самбо. Мероприятие было организовано руководителем Сочинской федерации самбо Владимиром Елединовым. В семинарии приняли участие тренеры 7-й и 17-й спортшкол-курорта. Сочинцы заняли весь пьедестал почета на краевых соревнованиях по конкуру на Кубок губернатора Краснодарского края. Отличился всадник на бунте. Подробности далее. Бантик, давай, не подведи. Опа. Бантик так ласково называет своего партнера лучший всадник Краснодарского края. А вообще кличка буденовской лошади – бунт. И он не подвел. Сочинец Владислав Осипов по итогам соревнований в категории юноши стал обладателем главного приза. На нем я постоянно работаю. И вот успехи уже есть. Потихоньку добиваемся. Много было эмоций, много участников. И было очень весело. Но Кубок губернатора не единственный трофей, который спортсмен конной спортшколы номер 15 города Сочи завоевал в этом месяце. Далее был турнир на призы депутатов краевого парламента, где Владислав с бунтом также вырвались вперед. И помимо медалей привезли в Сочи авторские бронзовые скульптуры всадника и лошади, созданные по заказу законодательного собрания Краснодарского края. Оба турнира по конному спорту – одни из самых статусных на юге России. Состязания собрали лучших спортсменов Кубани и ряда других регионов. Спортсмены 12-14 лет преодолевали препятствия высотой 110 сантиметров. Всадники в возрастных категориях 14-16 лет в 130. Ну а спортсмены от 16 лет брали барьеры в 140 сантиметров. В командном зачете воспитанники 15-й конно-спортивной школы, которые входят в сборную города, также всегда оказываются на коне. В этом году выступала у нас девочка в составе сборной края на чемпионате России, на спартакяде России в Москве. И выступила лучше всех из тех спортсменов, которые были в сборной края. В том году мы тоже выступали на чемпионате России в Москве и заняли командой второе место среди 19 регионов России. И вообще Сочи в этом году доминирует среди всех других школ, которые есть в крае. В Сочи я считаю, что пока лучше всех. В конце октября у сочинцев снова соревнования по конкуру, но уже дома. На региональный турнир в Сочи съедутся десятки спортивных пар из всех клубов и кон, школ Кубани, Ставропольского края, Ростовской области и Крыма. Ольга Десятого, Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе ФКТ ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти, макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Такая, как хочешь. Такая, как любишь. Такая, как нравится. Такая, как всегда. Сезоны. Женская одежда. Парковая 17. Продолжение следует.